Фигурка из Доты, два пустых стакана и смешные маски. Чем мы сегодня будем заниматься, Амир? Мы будем сегодня пробовать колу вслепую и угадывать, какая из них приятная на вкус, а какая нет. Короче, смысл в том, что Амир из Казахстана и у него нет там вот это Добра-кола, Эвервест-кола, Черноголовка-кола. Ну, точнее, оно как бы может быть и есть, но смысла, в это ты можешь пойти в любой магазин и купить оригинальную колу. Но прикол в том, что сегодня мы заходили в магазин и вот там есть отдельная зона, где вот спрайт, да, вот чуть-чуть побольше там зона вот это фанта. И огромнейшая просто зона, короче, у нас какой-то прикол, вот то, что именно колу, вот огромное количество колы делают, ни фанты, ни спрайта, вот именно колы, просто там 20 с лишним разных видов. И самое интересное это то, что, а зачем это делать, если вот тут же вот на этой же полке стоит оригинальная кола. Короче, мы сегодня попробуем всю колу, которую я смог найти в разных магазинах. Наша задача просто вслепую определить, какая из них самая приятная на вкус, что ли, типа того. Какая кола, да, самая... Какая кола вкуснее всех! А вообще вот, Амир, ты пробовал какую-то другую колу, вот именно кроме Кока-колы или, например, Пепси? Да, да. Когда-то очень давно у нас в Алма-Ате продавалась Казахстан-кола. А серьезная? Да, но здесь прям Казахстан-кола. Но я не рекомендую ее пить, потому что это, наверное, будет очень опасно для вашего организма. Она очень недолго была на рынке и, соответственно, уже ее не существует. Ну, знаете, когда вы называете свою колу Казахстан-кола, вы, наверное, можете только рассчитывать на своих патриотов. Сначала начнем с ноток. Пахнет колой, типа по запаху. Я бы сказал, что она на Пепси похожа. Очень сильно на Пепси похожа. Ты по запаху определил? Ну, я очень просто люблю Пепси, поэтому это знакомые такие, знакомые нотки для меня. Ну, давай попробуем. Ну, она неплохая. Она такая нежная. Да. Нежная. Вкус неярко выраженный, но, как бы, знаете, иногда, на самом деле, хочется вот, типа, выпить что-то несладкого. Ну, а и вкуса здесь, как бы, особо такого нет. Ну, она не такая сильно газированная. Очень приятная. Мой вердикт весьма нежно. Ну, что, пойдем на следующий, да? Ну, здесь есть какой-то аромат уже. Какие-то травки, типа, пахнут. Ну, понимаешь, вообще похоже на Байкал. Вот именно травки, шишки, вот что-то такое. Вот, кстати, очень на Байкал похоже. Ммм. Ммм. Ох! Это реально, как будто бы, Байкал. Я один раз в жизни только любил Байкал, и это очень сильно напоминает мне Байкал. Вот, хвойными так называют. Да, 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 вот типа хвой, можжевельник, елка, вот какие-то такие, типа, травы. О, а Байкал это разве кола? Это же отдельный напиток. Я помню, в нулевых, прям реклама даже была, говорили, что, типа, вот, наша кола, ответ вот, Коле Байкал, пейте Байкал. Те, кому нравится Байкал, наверное, вот этот напиток зайдет. Я никогда не любил Байкал, не в смысле озера, в смысле напиток. Это какая-то странная фигня. Ну, это прям реально на любителя. Итак, следующая очередная кола. Слушай, пахнет, чем-то пахнет, но не колой. Ну, что-то отдаленно отдает, но уже получше что-то. Нихойными, главное. Да, уже, уже, здесь как будто бы что-то ближе к такому легкому, типа, цитрусов, но прикол в том, что... Извините. Короче, мне кажется, как будто бы здесь есть легкие нотки цитруса, но прикол в том, что в Коле не должно быть цитруса. Хотя, кстати, была версия Колы Лимон, и я считаю, что это одна из худших версий, которая... Не согласен. Тебе нравилась Колы Лимон? Я вообще люблю любое, что связано с лимоном, любые вкусы, обожаю, потому что, опять же, я пью спрайт в основном, и, соответственно, мне нравится любое смешание с лимоном. Но у Колы свой собственный вкус. И вот здесь его как будто бы смешали с лимоном. Ты попробовал? Ух ты, ух ты, ух. Она прям кислая такая. Нет, это что-то... Какая-то странная Кола, очень... Химозная. Химозная, дешевая. Честно, я не чувствую и лимонно кислоты, я чувствую дешевизну. Как будто не старались. Это вкус... Халтура. Халтура и бедность. Вкус халтуры. Вот, пускай будет такой слоган у вот этого вида Колы. Я даже допиваю. Настолько плохо. Нет, я не хочу это вообще допивать. Ох, вот это хорошо пахнет. Здесь прям... Она прям плотная такая, прям насыщенная, много разных оттенков идет. Ну же, возможно, это когда экспортная. О, очень много газов. Прям чувствуется, что очень сильно газированная. Мне кажется, это какая-то экспортная кола. Очень сильно похожа на оригинальную. Аромат и газация. Вот все-таки в Коле должна быть газация. И здесь вот прям очень много газиков. Возможно, даже слишком много. Но знаешь, как будто бы газики усиливают вкус. Они вот усиление... Кажется, в этом была вся фишка секреции Колы оригинальной. Баланса, баланса. Да, газики добавляют легкости и как бы разбавляют вот этот вот сироп очень сладкий. Короче, вот это хорошее. Это очень близко к оригинальной Коле. Возможно, даже это оригинальная Кола. Давай просто скажем, что она хорошая. Она хороша. Вот это, возможно, пока что лучше. Все, давайте пробуем следующий экземпляр. Это вообще не Кола. Это освежитель воздуха. Это, да, это деколон. Это дешевый. Это просто... У меня под маской идут слезы. Реально плохо. О, ужас. Это что за химозность? Это вообще жесть. Как бы это описать? Это освежитель воздуха с ароматом Колы. Это даже близко не похоже на Колу. Фу, у меня же плохо стало. Ой, еще это пить надо. Это примерно 20 элементов таблицы Менделеева, которые смешали с водой. Наверное, я бы вот так это описал. Спаси и сохрани. Вот если предыдущие варианты были похожи на Колу, но может быть не такие насыщенные, это вообще другой напиток. Вот как-то тяжело даже подобрать слова, на что это похоже. Это сплошная химия. Здесь нет ни Колы, ни Коки, ничего. Да, это абсолютно что-то. Это нельзя пить. Это худшее из того, что мы сегодня пробовали однозначно. Это прям вот аутсайдер. Пей за меня. То есть вот настолько, да? Нет, не могу. Ой. Ну, пахнет Колой, но слабенько. На фоне прошлого, конечно, очень божественно. Нет, это хотя бы Кола. Это вот именно запах Кола. Как хорошо. Лучше стало даже мне. Вкусная, хорошая. Мне кажется, это оригинальная Кола. Это очень, очень хорошая Кола. Ну, это смелое заявление. Но вообще, я бы тоже сказал, что это оригинальная. Ой. Ой. То есть вот это прям Кока-Кола. Ну, возможно, газиков бы чуть побольше. Даже после всех тех, которые Кола мы попробовали, все вкусы, которые прибились, я же очень чувствую, что это оригинальная Кола. Он прям реально перекрыл ужас, который мы пробовали до этого. И она хорошая. Она прям вот эта. Бест. В следующий раз будем пробовать негазированные напитки, типа там зеленый чай, например, вот, что-то такое. Это реально хорошая тема для ролика. Если вы напишите в комментариях в следующий раз. Сколько должно быть комментариев, чтобы мы сделали этот выпуск? 500 комментариев. 500 комментариев мы сделаем обзор на чай, но не что-то негазированное. Ну что, ты уже пробуешь снотки? Это не Кола пахнет. Ну, какой-то газировкой пахнет, типа сладкой, но не Кола. Не могу мучить. Очень сладкая. Прям. О, да, переборщили. Прям капец много сахара. Они как будто хотели перебить сам этот вкус сахаром. Потому что сам сироп очень плохо. И, соответственно, они такие. Ээ, похер. Давайте сахар накидать. Смысл Кока-Колы, что вот там преобладает вот этот самый вкус вот. Там вот этих орешков, колы. У них прям своеобразный читающийся вкус. А здесь как будто бы, ну, просто вот сахар смешали. В большом количестве с каким-то вот ароматизатором. И выдают, типа, это за колу. Самый вот этот вкус, он не уходит с аромат. Да, да, да. Там прям вот такой держится между собой. Это значит, это может быть сахарозаменитель. Да. У меня сейчас такой прям привкус как будто бы. Короче, эта штука прям по сладости. Вот ее с водой как будто бы хочется разбавить. Да, ее вот прям надо разбавлять. Это такое неприятно. В жару такое точно. Если ты вот прям ешь жирную еду, вот прям жирную еду, ее можно вот с этим еще как бы выпить. Но вот так в жару или просто так выпить с чипсами, осуждаю нельзя так. Новая культура есть, скажем, в казахской поедание жирной пищи. Любое мероприятие всегда вот, ты собираешь своих друзей, гостей, родственников, все всегда жирную еду в Казахстане запивают колой. Серьезно? Да, то есть это прям вот, ну, все знают то, что вот если ты ешь бешпармак, надо ее запивать колой. Это вот прям уже стандарт во всем Казахстане. Это довольно странная традиция. То есть нет такого мероприятия, где вот там условно не пьют колу после бешпармака. Так, что у нас на этот раз? О, хорошо. Вот это хорошо. Весьма нежно опять же. Сбалансировано прям, ничего не перебивает. Запах прям, прям классный запах, прям хороший запах такой. Как бы еще похвалить этот запах, я не знаю. Ну, очень близко к оригиналу, мне кажется, очень близко, очень сбалансировано. Но чуть-чуть есть перекос, не могу понять в чем. Ну, как будто опять же что-то ванильное, немножко карамельное может быть. Да, вот больше карамельное. Но оно, знаешь, оно приятное. Это не вот типа сахар, там сахар, вот прям сладкий. Это прям, ну... Ты так говоришь, знаешь, после прошлого. Может быть, может быть. Но это мне очень нравится. На фоне прошлого это, конечно, лучше. Как вкус перекатывается, мне прям очень нравится. Вот это прям... Знаешь, вот такой напиток хочется подтягивать. Его не хочется, его хоть прям вот так вот взять, вот так и по чуть-чуть вот так... Смаковать. Да, да, да. Да, вот это хорошее. Итак, это очередной вариант. Уже неплохо, неплохо. Не так ярко, но запах хороший. Что-то не то. Что-то не то во вкусе. Когда я пил, было ощущение, что вот я пью оригинальное, а потом вот после вкуса... Оно резко наступает. Вот если в хорошей коле оно так перекатывается постепенно от сладости, там переходит в кислин. Здесь вот прям, вот пьешь сладкое, закончил пить, резко вот какое-то кислое, вот что-то такое оттягивающее, вяжущее, вот, вяжущий такой привкус. Я как-то был на дегустации вина. Мне друг рассказывал. Друг рассказывал, что он был на дегустации вина. И там он говорил то, что вот сомелье, вот бывает такое, что когда вино держат там в бочках, там есть там вкус апельсина, грейпфрута. А на самом деле их там не было. Даже если вы приходите и ощущаете какие-то вкусы, там, корицы, которые там же не было, это все тоже принимается. То есть то, что вы чувствуете, это на самом деле тоже можно говорить. То есть на самом деле, о чем он имел в виду, что все вот эти высокопарные слова о вине, это все полное вранье. То есть как ощущаешь, так и раскачиваешь. Пофиг, Миша. Я так чувствую. Да, да, да. Вот именно так. Вот мы сейчас вот, я чувствую здесь прям апельсин. Не могу понять, но апельсин здесь. Ну что-то вяжущее, кислое, вот и оно резко перебивается прям. Это неплохо, кстати, на самом деле, потому что кому-то нравится, чтобы вот кислый был напиток. В жару тоже многим хочется чего-то кислого типа выпить. И, наверное, вот это был бы хороший вариант. Но я бы такой брать не стал, потому что очень резкий переход. Но не самый плохой вариант. Но переход резкий. Я, кстати, знаю, есть отдельный вид людей, которым не нравятся газики. И они покупают колу, и потом вот так вилкой, если помешать, она вспенивается. И потом получается такой просто сироп с водой. У меня так друг с пивом делает. Это тот же самый друг, который ходит на дегустацию вина? Да. Так, что-то как будто не точно, у меня такое ощущение как будто легкое. Да, ну она прям хорошо пахнет, она не пробивает какой-то определенный вкус. Приятный, хороший аромат. Газиков много, очень много газиков прям. Вот здесь хочется помешать уже, чтобы не было. Да, 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 чуть-чуть больше сиропа. Но знаешь, очень вкус приторный. Он не яркий. А, да, цепляется за зубы и остается. Да, 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 на зубах остается. Неприятно. Что-то не то. Да. Я бы не стал такое пить. Как бы по вкусу окей. Хочется помыть рот. Пахнет слабенько. Да, очень тяжело зацепить нотки. Она, знаешь, очень яркий вкус, но вообще непонятно чего. Очень дешевый вкус. Да, как будто бы куча разных подсластителей, куча разных ароматизаторов, но они во вкус кока-колы не попали здесь. Она яркая, да. То есть это явно летний напиток какой-то, но дешевый. Где-то кто-то чуял лето вообще. Просто сладкая, яркая, газированная вода. Да, да. Но это явно не... Как, знаешь, может быть вот типа в аппарате, когда наливал типа там всякий там лимонад. Да, да, да. Это лимонад, это лимонад. Да, да, это больше лимонад, чем кола. Опа, это... КОООО! Ну, кстати, смотри, здесь прям вот кораблик нарисован, вот такой лимончик. Но на колу не похоже. Абсолютно. Вообще не похоже. В слепом тесте мы, по крайней мере, подтвердили. Ну, а вы напишите в комментариях, как вы считаете, мы попали по вкусу. Мы-то это все уже в записи потом посмотрим. Да. Я с удовольствием пересмотрю. А что было за кола, где мы прям плевались? Ну, я... Белокола, простите нас, но нет. Вы прям... Это вообще... От дизайна упаковки... Это вообще нет. Давайте скажем огромное спасибо Амиру, ведь он прилетел из Казахстана специально, чтобы сняться в этом ролике. А я хочу сказать вам спасибо, что посмотрели. Все, всем спасибо, до скорого.